Пришла собирать вот эту ягоду. Я не знаю этот сорт, он с зимницей. Вкус необыкновенный. Мне ее привезли из Башкирии. Я долго мучилась, думаю, что же она мне так напоминает. Она мне напоминает клубнику лесную. Вкус клубники лесной это ни с чем не сравнимый. Невкусный аромат. Вкуснее ягоды я не знаю. Насколько-то вкусная, что что-то готовить из нее просто в преступлении. Варенье, самое обыкновенное варенье, очень вкусное. Вот эти пусть соседей собирают, потому что переработать я ее не смогу. Это не жалко. Ну как, вернее, жалко, конечно, но просто не успеваю. Может, потому что мне ее привезли из Башкирии. Это сорт уже без названий, его передавали из рук руки. Он, наверное, потерян, потому что я не нашла подобное. Здесь, в Тверской области, она не встречается. Да я вообще ее редко вижу эту клубнику. Она на Кавказе, в Крыму, ну, вкус башкирский не сравнит. Это все равно, что сравнивать мед с башкирским медом. Причем мед не тот, который привезли и продают, а тот, который настоящий. Тот сорт я берегу. Он неприхотливый. Услов дает много, разрастается. Прекрасно. Ряд 10 назад привезли. В это же время я очень просила привезти мне вот эту клубнику лесную. Вот ее листочки отличаются. Вот эти два листочка. Они более мягкие, пушистые. Она растет по лугам, по опушкам леса. Запах от нее стоит. Это что-то необыкновенное. Но сколько я ее не пыталась развести здесь, почва, наверное, не подходит. Она у нас не полдоносит. Вот. Потом бросила это занятие. Вот тут остались кусочки. Надо будет еще раз попробовать, почитать, как ее можно развести. С этой клубникой связаны такие воспоминания детства, что просто сейчас как нахлынуло. Еще ее называют земляника мускатная. У нее резкий-резкий мускатный вкус и запах. Еще ее называют дикой земляника. И она, земляника, она снимается без чашелестника. А эта с этим чашелестником. И варенье часто варили прямо с этими листочками. А отрых на них пользы много. И вкус по-другому получается. Вот в лесной это польза огромная. Там и сердце, и щитовидка, в общем, и листья, и корни. Причем она росла так в траве. И вот склоны, косогоры, все в этой землянике. Не в землянике, а именно в клубнике. Ни здесь я не встречала, ни в Москве, ни здесь, в Тверской области, чтобы ее продавали. Ни бабушки, ни в каком другом виде. Ни на дорогих рынках. Ее нигде нет. Да, ее собирали, когда цвела душица. Чай с душицы, татарский чай с душицы, и с молоком, и с клубничным, вот этой, из лесной ягоды, вареньем. Это очень вкусно. Ну вот, клубника уже отходит, садовая, в принципе. Уже все наелись, наварили. В этом году очень много. Сказать, что ее много, это не то слово. Год-то земляничный. А вот нет. Вот она иногда цветет, и вот так вот, не завязывает. Вот ее листочек. Вот ее плоды. Так, вот это место мне надо оставить, и попытаться ее по новой развести. Она не дает усов. Вернее, очень мало. И сравнение ее с садовой клубникой некорректно. Играет музыка.